Всем здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Продолжаем лекции о неврозах и тревожнофобических расстройствах. Только недавно закончил очередное занятие с моей группой. И с ребятами решили, что мне нужно снять небольшую лекцию на тему, о которой мы сейчас недавно говорили. И есть некоторое непонимание вопроса, который мы разбирали сегодня по поводу того, что вызывает эмоциональное напряжение. Я хочу объяснить некоторый момент. Многие люди, кто со мной не занимаются, или занимаются, или только начали заниматься. Вот, например, ребята, у них сегодня была третья или четвертая встреча. У некоторых людей складывается впечатление, что надо что-то нарыть в себе и что-то решить, что-то неизведанное, для того, чтобы вам стало легче. И вы начинаете делать следующую ошибку. Вы начинаете вести себя примерно так. Так, надо что-то нарыть, надо где-то посмотреть. Ага, внутренний конфликт, там, ага, там вот такой вебинар, или вот этот вебинар. Надо что-то понять, что-то понять, и оно должно разрешиться. Вот этим ажиотажным поведением вы создаете еще большую проблему. Понятие внутренний конфликт – это научно обоснованная проблема и доказанная проблема, которая действительно возникает в тех или иных обстоятельствах нашей жизни. Из-за этого возникает напряжение, это правда. Но вот так гипертрофировано, фанатично относиться к тому, что вам надо что-то нарыть, иначе сейчас солнце потухнет – это создание еще большей проблемы. Я вам даю задание перестать пытаться так фанатично относиться к тому, что вам что-то надо нарыть. Разделите вашу терапию на очень простые базисные вещи. Первое. Вы работаете с панической атакой, агорофобией и страхами, используя те техники, те материалы, которые у вас есть. Второе. Рыть что-то в детстве и копошиться – это неправильный термин. Детство нам нужно в нашей концепции только лишь для того, чтобы понять, почему именно я отреагировал на определенные обстоятельства в жизни так остро. И пытаться тут что-то рыть, нарывать, вспоминать и поднимать, чтобы сегодня вам стало легче – это неправильно. Вам сегодня станет легче только тогда, когда вы перестанете так эмоционально вкладываться в те проблемы, которые у вас есть. А эмоционально вкладываться вы перестанете только тогда, когда что? Когда вы поймете, почему вы так эмоционально вкладываетесь. Вот и изменение этого и принесет вам улучшение. Если вы поймете, почему вы так эмоционально вкладываетесь и измените это, это и будет решением вашего вопроса. Внутренний конфликт – это история про то, что я по какому-то вопросу иду в противоречие сама с собой. Например, я так же хочу, как и не хочу. Я хочу развестись с мужем, потому что он сделал мне неприятно, или он не такой, как я хочу, но я не хочу развестись с ним, потому что я боюсь остаться одна. Это и есть противоречие. Или я должна выходить замуж девственницей, но случилось так, что случилось непоправимое, и я это не приемлю. Или я не должен вести себя так, а мне пришлось так себя повести. Или со мной так поступать не должны, а со мной так поступают. Не надо тут ничего рыть, искать и копошить. Ребята, все гораздо проще, чем вы думаете. Не выдумывайте себе то, что надо что-то рыть из детства. В ни в одном моем видеоролике не сказано, что надо чего-то рыть и поднимать. Все достаточно системно, структурно и логично. Вы создаете себе гораздо большую проблему, чем она есть. И не нужно пытаться придумывать ажиотаж, что завтра, если я что-то не нарою, что-то изменится. Все, ничего не изменится, все хорошо. Поэтому я дал задание некоторым людям перестать вообще пытаться что-то в себе нарыть. И заниматься исключительно той эмоциональной компонентой, которая есть сегодня. И последний момент очень важный. Благодаря нашим занятиям, вашего покорного слуги, что должно произойти? Вот я сейчас это ребятам объяснял. Вы привыкли решать проблему вот таким образом. Вот вы уперлись в какую-то историю, вы уперлись в какую-то проблему. И говорите, я тебя решу вот так. Я изменю своего мужа. Ты должен меня понять. Или как вы ребенка воспитываете. Об этом 14 декабря очень подробно будет. У вас ребенок не может выучить стихотворение. И вы долбите ему, выучи, вот выучи, вот так выучи, вот повторяй, повторяй. Вы с мужем так же себя ведете. Вы говорите, пойми меня, пойми меня, пойми меня, пойми меня. С начальником, с коллегами. Вы не можете понять, что решение к проблеме может быть многогранным. Может быть так, может быть так, и так, и так, и так, и вот так, и даже еще и вот так, и вот так, и эдак. Вы вот так посмотреть на проблему не можете. Вы делаете вот так вот, расхищаете себе лоб, а потом приходите и говорите, у меня что-то бобо. А кто тебе просит долбиться в эти ворота вот так вот? И когнитивная терапия, и задача нашей с вами работы заключается в том, чтобы научиться смотреть на проблемы реальности вот так. А не биться, как кто-то в одно место. Поняли? Но вот именно вот так решать вопросы вас научает ваше детство. И я вам покажу, каким образом. И ничего тут копать не нужно. Просто надо понять, что я пришел, я привыкла вопрос решать вот так вот. А вот так вот надо, правда, так можно, да, решать вопрос? Серьезно, можно вот так решить? А можно вообще сказать, а ну, может мне не надо это решать? Может быть, может быть вот это? Или вот это? Вы привыкли вот так. А вариантов очень много. И именно это и есть вариативность решения вопроса. Потому что вместо того, чтобы биться головой об стену, можно подумать, а как еще я могу решить эту проблему? И ребенок может выучить стих так, а может вот так, а может так, а может быть вот так. Муж может меня понять еще если я вот так, так и так попробую. И вообще эту проблему можно решить еще и вот так, а можно вот это сделать, а можно добавить вот здесь. А вы что делаете? Вспомните и посмотрите, как вы решаете вопросы. Поэтому вас вегетатика шкалит не по-детски. Вы долбитесь! Либо вообще не долбитесь и тоже себя от этого осуждаете. Я должен, вот я вот уже 28, а мне пора. Долбитесь головой в одну проблему и разбиваете себе лоб. Наша с вами задача научиться смотреть на проблемы многогранно. Только тогда их можно решить. Увидимся!